итак здравствуйте народ а тема нашего видео сегодня очень даже интересна интересна она тем что мы сегодня соберем powerbank поскольку мне прикатило счастье энное число аккумуляторов из-под ноутбуков разбирать их на видео не стал потому что таких видео полно и у меня появилась довольно таки я бы сказал приличное число аккумуляторов и это не все есть еще вот такой аккумулятор собранный с помощью шинки без всякого контролера и так далее поскольку аккумуляторы как бы уже и жили свое даже от них последние соки то смысл от бмс контролера никакого это только пустая отрата денежек но также с хорошими массивными проводами еще один образец а тема нашего видео сегодня такая что давно заказанная у меня с китая вот был лежал для экспериментов вот такой вот powerbank ну точнее был когда-то конструктор то есть вставляете сюда аккумуляторы и пользуетесь выходная мощность по идее должна 5 вольт 1 ампер и 5 вольт 2 ампера на самом деле это конечно брехня скорее всего на 1 ампер всего выдает но дело не в этом чтобы сюда вставить мне эти аккумуляторы я придумал такую схему как взять их расположить таким образом чтобы плюс был минус был внизу шинка спаянная и шинка центральная идет наверх сюда здесь получается она припаивается это одна секция там вверх идет вторая секция аккумуляторов также спаивается и также шинка припаивается и получается у нас 6 банок и определенное количество ампер емкости данного аккумулятора будущего пауэрбанка в принципе вот такая у меня задумка нам в этом поможет сейчас посмотрю где она у меня тут лежит где-то 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 секундочку нашел смятом бардак сверху небольшой вот такая вот толстенькая 5 миль петровая шинка для солнечных панелей поможет спайки данных аккумуляторов ну а по поводу сверху бардаха могу вам показать в принципе просто может никто не видел но вот здесь у меня так вот боксы лежат наборы бит шинка от предыдущей панели сборки так что осталось а для новой панели еще трошки дорезать и можно новую панель собирать блок питания от какого-то компьютера рабочий кстати резеточка но это сами знаете что макетная плата моя светодиоды синего цвета по моему 35 на 28 пасек с по моему если не ошибаюсь маяк 240 вот нет если не ошибаюсь парочку пустых бобин лежит под юпитера а мощность под него еще вот такая вот резеточка подобная резеточка у меня была она бесперебойники которая переделывал динамики лежат те что с весны 310 если не ошибаюсь аккумулятор с квадрика квадрик кто помнит tarantul x6 блок питания с под какого-то принтера светодиод с которыми я тестил хотел сделать с него лампу также будущий мой проект это ну вот под дисковода рама это сверленый станок будущий будет это у нас диоды какие не помню лежать цеха лежат набор резисторов которыми я пользуюсь которая заказывал очки для болгарки и для бурных экспериментов ну еще остатки аккумуляторов литий-ионных те что я под фонарик использую и не только лампочки 20 по 25 ватт если за параллель этих чтобы две спиральки горели то может и 50 ватт выдать потребляемой мощности набор для сборки солнечной панели будущей хрестики для этого дела один с под чего не помню по моему спот кондиционера какого-то трансформатор эксплата какой-то потом конденсаторы новые не помню для чего же еще трансформатор это спот настольная лампа тоже какой не помню но довольно таки тяжеленький сберега но патрончики для общих нужд с бывшего освещения но тут набор куча пасеков разных спот бобинников и не только блок питания которые питают мою систему освещения маркера весы и ювелирная так кому интересно но снизу еще пару боксиков стоят шуруповерт потом отвертки для братья этот флюс спирт и так далее аккумулятор ну короче кучу всего в рабочем формате навалено все никак не разберу но это так сюрприз для отступления ладно соберу я данный powerbank спаяю и вернусь к вам надеюсь все получится удачно а на этом пока мисс прощаюсь на секунду для вас но для меня не на секунду так что чайок тортик и ждите и так для вас прошла секундочка для меня с полчасика и получилась а вот такая тема вот такой вот powerbank 95 процента показывает и в чем тема у нас получилось так шинки как и шли то есть минусовая и плюсовая но 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 есть тут большое но в этом powerbank поскольку мне лень было сильно тратить шинку я сделал так что минус у нас находится вот здесь не важно этой стороны или этой они объединены и от него идет напрямую сюда на минусовую клемму центрального минуса потом плюс у нас идет вот здесь у нас напаяна и спаяна с вот этой фигней и то есть плюсовой клеммой и вот здесь вот шина идет аж аж сюда до низу и внизу здесь запаяна внизу я повыкусывал все крепления что вот здесь вот точнее вот здесь вот но так у меня сложилось а powerbank теперь не закрывается вообще так что у меня есть только один выход взять его склеить обычной изолентой потому что куча изоляции чтоб она между собой не перемкнула и так далее дали лишнюю толщину и соответственно он стал немножко толще чем должен был быть ну а так все работает есть такой вот теперь удобный небольшой кирпичик 6 баночек в нем стало замерить сколько же она мне дала емкости из всех аккумуляторов но я вроде повыбирал более-менее живые аккумуляторы что в итоге получилось я еще пока не в курсах можем попробовать мой телефончик зарядить на которой вы обзор увидите позже ну вот такой вот хуэлэй кто хочет может угадать модельку итак подключаем подключаем так клацаем на зарядку а зарядка падала что-то не идет а я до конца обход не задвинул пошла в принципе зарядка ладно потом как-нибудь протестим данный пауэрбанк я его сейчас изолентой обмотаю чтоб он был ну примерно по экрану замотаю изолентой вот так разбирать я его все равно потом уже наверное никогда не буду сдохнуть батарею выкину полностью на утилизацию ну может раздербаню для утилизации если сдохнут аккумуляторы но не раньше был литиевые подобие у таких вот аккумуляторов у нас в городе в супермаркете есть контейнер стоит и туда можно их относить их перерабатывают итак ну на этом я с вами прощаюсь пауэрбанк я сделал он работает и все на этом нормально всем до следующих видео что кому понравилось ставим лайки кому не понравилось дизлайки также можем поддержать канал кошельки в описании на покупку новых бэушных аккумуляторов или нулячих по вашему желанию ну если нулячих конечно донатов бы надо побольше ну а с бэушных довольно таки интересные аккумуляторы получаются не можно конечно и бэмэску купить для них но они все таки бэушно отработали свое и доработают последние соки которые в них остались в бэмэске чисто смысла я не вижу ну все подписываемся оценим видео ну и до следующего видео обязательно подпишись проверю и подпишись